Добрый вечер! В эфире новости в студии Горматаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Барнаульцы скорбят. Сегодня прощаются с погибшими в страшной аварии с участием БМВ, женщиной и детьми. Чтобы попасть на прием, нужно отстоять час. Барнаульцы жалуются на очереди к врачу. Как решается проблема? Детский сад с неприятным бонусом. Наши дети могли заразиться туберкулезом от воспитателя. Бьют тревогу родители в Барнауле. Сегодня барнаульцы попрощались с погибшими в аварии на пересечении Ленина и Анатолия с участием автомобилей БМВ. Жертвами стали трое человек. 34-летняя женщина и двое маленьких детей. Попрощаться с Юлией Нагорневой и ее трехлетней дочерью пришли сотни человек. Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем Александр Руденко, водитель, устроивший смертельное ДТП, признал вину и пообещал помочь семьям погибших. Об этом он сообщил во время заседания в Октябрьском районном суде. С ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного выступил следователь. Виновник аварии два месяца проведет в СИЗО. Со стороны Главного управления МВД России по Алтайскому краю предпринимаются все меры для того, чтобы это уголовное дело, учитывая его общественный резонанс, было расследовано объективно, максимально полно и в установленные законом сроки. Необходимо отметить, что уголовное дело будет направлено в суд с обвинительным заключением после того, как будут проведены все экспертизы, которые назначены в рамках расследования. И трассологическое, и автотехническое и так далее. А также будет дана оценка здоровью еще двум пострадавшим, которые в настоящее время находятся на излечении. Минздрав опроверг информацию о сдаче крови для пострадавших в ДТП в Барнауле. В соцсетях появилась информация с призывом сдать кровь для пострадавших в ДТП. Минздрав сообщает, что медицинская помощь мужчинам оказывается в полном объеме. Необходимости в дополнительной сдаче крови нет. Что касается пострадавших в аварии, пациенты находятся в ККБ Скорой медицинской помощи. Я официально заявляю, что служба крови Алтайского края работает в штатном режиме. И задача службы крови, чтобы не было дефицита. Поэтому мы ежедневно в плановом режиме заготавливаем тот объем компонентов крови, который нужен на сегодняшний день пациентам, находящимся в стационарах Алтайского края. Нужен будет завтра. То есть у нас всегда существует запас. Сегодня в Барнауле вспоминают жертв трагедии в Керче. Столица Алтайского края присоединилась к акции «Поддержим Керчь». «Керчь, мы с тобой». В результате стрельбы и взрыва в местном колледже погибло 20 человек. Я напомню, в политехническом колледже произошел взрыв и стрельба, которую по предварительным данным устроил один из студентов, 18-летний парень, который после этого покончил с собой. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Я от имени всей нашей редакции выражаю соболезнования родственникам и близким погибших. На самом деле, это действительно ужасная ситуация. Как бы эта новость очень сильно потрясла, потому что действительно столько погибших, столько пострадавших. Непонятная действительно ситуация. И на самом деле, очень жалко всех потерпевших в этой ситуации. «Что я чувствую? Ну, траурное настроение, конечно. Жалко людей, которые пострадали. Я вчера вечером об этом узнал, мне девушка включила эмоции девочки какой-то, ну, ей беседу скидывали там. У нее просто шок был». «Священная земля пантеона города Барнаула, священная земля Керчи будет пользоваться, скажем так, быть точкой притяжения для всех неравнодушных, кто хочет выразить свою гражданскую позицию и в очередной раз доказать, что мы, Алтайский край, город Барнаул, всегда поддерживаем и в минуты трагедии всю нашу большую-большую страну». Продолжаем выпуск. Сотрудники телеканала «Катунь-24» стали донорами крови. Поводом послужили громкие трагедии последних дней – страшная авария в Барнауле и взрыв в Керчи. Сдать кровь, правда, удалось не всем. У некоторых сотрудников были противопоказания по здоровью. Но все же нам удалось стать причастными к спасению чьих-то жизней. Многие стали донорами в первый раз. «Меньшее, что мы можем сделать, это помочь, например, так. Сегодня я впервые стала донором крови. И это необъяснимые эмоции и чувства, когда я вижу, что вместе со мной здесь очень много людей, которые могут помочь спасти чью-то жизнь. И это настолько важно». Такие происшествия, как трагедия в Керчи, напоминают нам о хрупкости человеческой жизни и о том, что только мы сами можем друг другу помочь. Например, ставь донором крови. У нас есть уникальная возможность спасти чью-то жизнь. Только сегодня в Краевой Центр Крови пришло более ста человек. Многие захотели помочь пострадавшим в Керчи. «Много людей болеет чем-то, им нужна кровь. Так почему же, если я здоровый человек, могу сделать хорошее дело, почему мне не прийти в свободное время и не сделать это?» Детский сад с неприятным бонусом. Родители детей одного из дошкольных учреждений города боятся, что их дети могли заразиться туберкулезом от младшего воспитателя. По их словам, сотрудницу приняли на работу без справки, подтверждающие отсутствие заболеваний. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Привезти ребенка в детский сад за здоровьем, а забрать с туберкулезом. Такой риск был у шестилетнего сына Ирины Дягилевой и у остальных воспитанников дошкольного учреждения. В июле родителям стало известно, что младший воспитатель, возможно, является носителем палочки Коха. Причем узнали случайно. Узнали весьма странно и неожиданно. Вечером, придя за ребенком в садике, все родители обнаружили у себя в кабинках бумажку, в которой должны были расписаться, где значилось, что это согласие на проведение у ребенка обзорные рентгенограммы и диаз-кинотеста. Соответственно, у всех мягкая началась паника. Родители начали шушукаться, обсуждать. И одна из родительниц, по слухам, сказала, что вроде как подозрение у одного из воспитателей на заболевание туберкулез. Обескураженные этой новостью родители пошли к временно исполняющей обязанности заведующего детского сада. По словам Ирины Дягилевой, их подозрения подтвердились. С детьми действительно работала женщина с диагнозом туберкулез. Правда, из-за врачебной тайны остается неизвестной форма заболевания. Старший воспитатель подтвердила такую информацию, что действительно работал сотрудник, который сейчас не работает, и диагноз подтверждается. И сказал нам дату, когда мы должны были прийти. Соответственно, работал сотрудник мая-июнь. Узнали мы в июле. В итоге, объединившись, родители написали жалобы в несколько инстанций. Прокуратуру, Министерство по образованию, Следственный комитет и Роспотребнадзор. После чего руководству детского сада предстояло пройти череду проверок и ответить, как получилось, что сотрудницу вообще приняли на работу. Нарушение Роспотребнадзор все-таки нашел. В ходе проверки выявлено нарушение санитарного законодательства. А именно, сотрудники МАДОУ, детский сад номер 268, был принят на работу на должность младшего воспитателя без ежегодного обследования. Рентгенография грудной клетки с целью раннего выявления и профилактики заболеваний, что и является нарушением пункта 20-го приложения 2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года. Но в том же заключении Роспотребнадзора сказано, что именно туберкулезом младший воспитатель сейчас все-таки не болен. А вот почему сотрудницу взяли без недостающей справки, администрация детского сада родителям не объяснила. Радует в этой ситуации только то, что ни один ребенок не пострадал. Анастасия Борисова, Евгения Князева, Александр Морозов. Новости. Несмотря на внедрение онлайн-записей к врачу, очереди у регистраторы меньше не становятся, жалуются барнаульцы. Население растет, особенно в новых микрорайонах. Чтобы разгрузить очереди в поликлиниках, Минздрав планирует оборудовать небольшие медучреждения на первых этажах новостроек. Пока только в Барнауле. Подробнее об этом узнала Полина Жданова. Переезд в новый район стал для семьи Шетиковых радостью. Новорожденную дочь наблюдают врачи в одной из новых поликлиник. Очереди небольшие, специалисты всегда на местах. Первого ребенка, говорит Татьяна, обследовали в другой. Медучреждение располагалось на первом этаже старого дома и обслуживало очень большой поток населения. На всех людей не хватало ни врачей, ни талонов. Ужасная была поликлиника, сразу скажу. Я, наверное, думала, что она сама худшая в городе. Ни обслуживание не устраивало, ни очереди вообще ужасные. Там часами просто стоишь в очередях. Проблема очередей в российских поликлиниках остается глобальным вопросом. Борются с ними по-разному. Например, в каждой стоит инфомат и умная электронная очередь. Талоны к специалистам берут онлайн. Но пользоваться современными технологиями не все умеют, особенно население за 50. А между тем Барнаул разрастается. Появляются новые районы и растет количество людей. Старые поликлиники уже не могут совместить прием старых и новых пациентов. Одним из решений этой проблемы стало строительство поликлиники в новом квартале 2002. В ней будут обслуживать 900 человек в сутки. В проектной документации предусматривается строительство шестиэтажного здания, включая цокольный этаж, общая площадь поликлиники 14 тысяч квадратных метров. Пока готовится вся необходимая документация на строительство, Министерство здравоохранения выдвинуло идею создания небольших поликлиник на первых этажах новостроек. Проект уже предлагают застройщикам. Поэтому в ближайшие годы в молодых районах Барнаула появятся так называемые городские фапы. Только помимо фельдшеров пациенты смогут пройти полноценное первичное обследование у терапевта. Идея в том, чтобы разместить терапевтические участки, то есть непосредственно терапевтов, осуществляющих первичный прием, вот в таких небольших офисах врачебной практики. А узкие специалисты, лаборатория, рентген, флюорограф и так далее, более тяжелое оборудование, оно должно размещаться в клиникодиагностических центрах, которые вот и должны центром быть, непосредственно поликлиникой. В новых поликлиниках будут работать молодые квалифицированные специалисты. Инициаторы проекта говорят, что с кадрами проблем не будет. Чтобы масштабировать строительство таких медучреждений, Минздраву осталось только согласовать выкуп первых этажей у частных застройщиков. Одна такая поликлиника обойдется бюджету примерно в 70 миллионов рублей. Первую планируют открыть уже через два года. Полина Жданова, Денис Кузьменко, Сергей Балуев, Новости. К другим темам. На межгосударственном форуме в Узбекистане предприятие Алтайского края готовится к подписанию новых контрактов. В эти дни встреча проходит в Ташкенте. В ней участвует Виктор Томенко. Российскую сторону на масштабном событии представляют более 1200 человек. На форуме проведут переговоры о поставках в Узбекистан племенного скота. Будут рассмотрены предложения по развитию на территории республики дилерской сети алтайских компаний. Планируется установление прямых деловых отношений между компанией «Алтайвагон» и государственно-акционерной железнодорожной компанией «Узбекистанские железные дороги». Новейшие способы защиты от хакеров и тенденции IT-бизнеса. 11-й региональный IT-форум проходит в краевой столице. С 18 по 20 октября Барнаул стал городом передовых технологий. Подробнее у моих коллег. Уже в 11-й раз ведущие бренды IT-мира и эксперты собрались в краевом театре драмы. Барнаул вновь стал столицей информационной индустрии. Десятки секций информационной технологии для государства, информационная безопасность и профориентация школьников в IT. Все это на одной площадке. Мы же говорим о цифровых технологиях. Это шире, потому что информационные технологии вышли за рамки своих границ, вышли за рамки просто автоматизации отдельных бизнес-процессов. Они стали нормой жизни и в быту, и на предприятии, и стали давать новые качества. Просто принципиально новые качества, которые раньше не было. На форуме собрались не только IT-специалисты, но и руководители агрохозяйств. Технологии активно используют в сельском хозяйстве. За системой орошения почвы и выращиванием культур наблюдают с помощью космических спутников. Сейчас Алтай будет впереди среди тех, кто вот эти технологии реально будет применять. И это уникальное сочетание экологии, которой нет такой экологии в Европе, и высоких технологий, которые можно к ним добавить, вот это даст, мне кажется, уникальный результат. Каждый год организаторы привлекают все больше партнеров к участию в форуме. В этот раз в Барнаул приехала делегация компании «Роскосмос». Они представили свои последние разработки, в том числе систему космического мониторинга Земли. Также на форуме обсудили сотрудничество холдинга с нашим регионом. Мы договорились, что три пилотных района, где будем ставить пять станций высокоточного позиционирования, и на базе этого будет приниматься решение администрации Алтайского края по цифровизации всей площади Алтайского края. Это надо будет уже ставить 15 станций высокоточного позиционирования. За последние 10 лет аудитория форума увеличилась в 20 раз. Только в прошлом году в нем участвовало 700 человек, в этом около 900. Такие показатели говорят о том, что Барнаул можно по праву называть одним из передовых городов, где развивают и внедряют последние достижения IT-сферы. Евгения Князева, Алексей Шаульский, Новости. У меня пока все. Увидимся равно в 20.30. Не переключайтесь. Продолжение следует...